А вы в курсе, что в третьей хостинской больнице города Сочи идет поэтапный ремонт? Он начался сразу после того, как в этом медучреждении был назначен новый главный врач. А совсем скоро в больнице появится и новое современное оборудование. Какие еще перемены ждут хостинскую больницу, расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, главный врач больницы номер 3 города Сочи, Сосоми Бони. Здравствуйте, Сосор Денович. Добрый день. Рады вас видеть в нашей студии. Вы буквально полгода назад заняли должность главного врача хостинской больницы номер 3. До этого вы долго руководили станцией скорой помощи. Как руководителю легко ли вам дался такой переезд? Знаете, у меня даже не было времени на то, чтобы обдумать, что произошло. И с учетом того, в каком состоянии находилась 3-я городская больница, пришлось просто-напросто сразу же влиться в дела и сделать так, чтобы экономическая ситуация этой больницы и то состояние, которое было по отношению к больным, чтобы оно быстро поменялось. И к концу года, можно сказать, что это мне удалось. Есть ли какая-то специфика, к которой вам пришлось на новой должности привыкать или, возможно, от чего-то вам пришлось отвыкать? Есть, конечно. Раньше я работал на скорой помощи, это был догоспитальный этап. Там, где оказывалась помощь краткосрочная, и стандарты были совсем другие. И в стационаре совсем другой вид помощи. Тут нужно думать о том, как вылечить пациента, выписать его, как его накормить, как обеспечить ему определенные бытовые условия для того, чтобы он находился в нормальных условиях. Разница, конечно, большая. Но хочу сказать, что получилось, и поэтому я как-то... Вам интересно на вашей новой должности? Честно говоря, да. Ну, надо сказать, что не так давно Хостинская больница считалась не одной из самых лучших в городе Сочи. И были жалобы и на врачей, и на состояние палаты, и на отсутствие ремонта. И вот первая такая перезагрузка масштабная случилась, когда больница два года назад отметила свой полувековой юбилей. Вот к 50-летнему юбилею что было сделано, какие отделения были отремонтированы? Ну, к 50-летнему юбилею город вложил немалые финансовые средства. Было отремонтировано приемное отделение, травматологическое отделение, операционные. Это, конечно, значительный вклад был. Помимо этого, был отремонтирован фасад больницы. Она приобрела более европейский уровень. И за это, конечно, большое спасибо администрации города. Но есть еще очень много дел, которые нужно ремонтировать, которые нужно исправлять, и которые нужно довести до такого же состояния, как сегодня то же самое травматологическое отделение и приемное отделение. Я знаю, что в вашей больнице очень хорошо помогают сегодня местные бизнесмены, сочинские меценаты. И они даже помогли вот недавно отремонтировать несколько палат. Расскажите об этой работе. Это да. Но первая задача моя была как бы сплотить население Хостинского района для того, чтобы они все-таки внесли посильный вклад в то место, где им пришлось бы лечиться в этом учреждении, находиться, пользоваться услугами этого учреждения. И такие люди нашлись. Нашлись, откликнулись. Не знаю, много это или мало, но миллион рублей они вложили в ремонт терапевтического отделения. И сегодня, можно сказать, это изюминка во всей больнице, которая пользуется все население без ограничений. И всем приятно, и все довольны этим. Ну, палаты разукрасили в яркие цвета. Вот чья была идея так отремонтировать, сделать такой дизайн в этих новых палатах? Ну, идея была моя. Я хотел все-таки приблизить, как бы, местонахождение больному человеку, которому и так тяжело, да, приблизить таким домашним условием, чтобы он не почувствовал разницу, когда его привозит в скорую помощь или он сам поступает, чтобы ему было самому приятно. И сам процесс лечения, естественно, в таких условиях он проходит более легко и быстрее на положительных эмоциях. Вот именно такая только была задумка. Ничего другого, как бы, и не предусматривалось. Ну, в новых палатах меньше, да, сегодня коек, тех самых, которые разукрашены в яркие цвета. Хватает ли всем теперь пациентам мест в больнице? Тем более, что Хостинский район, он стремительно развивается, людей становится очень много. Мест хватает, мест хватает. И, да, там по три койки в этих палатах, нестесненные. Есть отдельные санузлы, где можно принять душ и все остальное. И неудобств у остальных больных, которые пока находятся вне отремонтированных палат, пока нет. Но я думаю, что в ближайшие еще 3-4 месяца и все отделение будет отремонтировано. И тогда уже вот такого выбора и такой разницы в нахождении пациентов не будет. Отремонтированы будут снова силами сочинских меценатов палаты? Да, да. А что Вы вообще думаете о социальной ответственности бизнеса? Насколько сегодня такой важный элемент? Это очень важный элемент. И те люди, которые занимаются бизнесом сегодня, и те люди, которые вкладывают деньги в социальную структуру, я думаю, что этих людей надо поощрять. Их нужно поощрять, о них нужно говорить, их нужно представлять общество для того, чтобы окружающие их люди знали, что помимо того, что они строят какие-то коммерческие объекты, эти люди от всей души вкладывают еще и в социальные объекты. И этим людям везде нужно давать зеленый свет. Для того, чтобы у них был потенциал, чтобы у них было желание вкладывать свои заработанные деньги. И не только на развитие своего, можно сказать, бизнеса и своих благ, но сегодня нужно подумать о тех людях, которые социально в определенной степени не защищены, у которых не хватает денег лечиться в знатных клиниках. Это тоже люди, это те люди, которые сегодня своим трудом сделали то, что сегодня этот бизнесмен может работать, трудиться и зарабатывать деньги. То старое поколение заслужило хорошего отношения к себе даже на больничной койке. Но сейчас я хочу напомнить нашим телезрителям, что в Краснодарском крае действует краевая стратегия развития здравоохранения. Она рассчитана до 2020 года. Документ предусматривает структурные реформы в отрасли. Одни из главных направлений – подготовка квалифицированных кадров, обеспечение жильем врачей в сельской местности, уход от тотальной медицинской оптимизации и создание полноценной сети офисов врачей общей практики. Сегодня что-то требует с врачей районных, городских, иных больниц. Можно даже сто раз стучать кулаком по столу. Это будет неправильно и неверно, потому что они, наоборот, делают исходя из сегодняшних возможностей. Они у вас далеко не лучше. Задача этой стратегии – дать вам максимально другие возможности. Возрахование не должно жить по остаточному принципу. Здесь важно проводить реформы поэтапно, то есть без революции и потрясений. То есть вот здесь они ни к чему не приведут. Не нужно здесь махания шашками, не нужно изначально кого-то делать виноватым, не нужно кого-то обвинять. Я уверен, что при системном подходе, системном нарезе мы нормально выйдем. Результатом новой стратегии должны стать повышение рождаемости и снижение смертности в регионе. Ожидаемая продолжительность жизни при выполнении поставленных задач увеличится на 3,5 года. До 77 лет, прогнозируют эксперты. Сейчас медицина в Краснодарском крае уверенно шагает вперед. Сочинская тоже не отстает здравоохранения. И в городе стали проводить такие операции, обследования, которые раньше нам были недоступны. Нужно было ехать за ними в Москву или в Краснодар. Чем в этом плане может похвастаться Хостинская больница? Ну, я с вами соглашусь, что сегодня то, что вложено в сочинскую медицину, это большой потенциал, конечно. И на самом деле сегодня нет такой необходимости ехать в Краснодар и делать какие-то операции сверхсложные. Сегодня это возможно сделать здесь, в городе. Таким особенным чем-то похвастаться Хостинская больница пока не может. Но есть своя изюминка. Наверное, вам будет известно, что у нас помимо травматологического отделения, в этом же отделении есть артероскопическое отделение, которое делает уникальные операции. Доктор Баюр, который работает в этой больнице, на самом деле он делает на мелких суставах артероскопические операции, которые сегодня, ну, я могу сказать, что не все умеют это делать. И многие люди у нас прооперированы в больнице и благодарны этому доктору за то, что он свои знания вкладывает в людей и нет никаких тяжелых последствий. И буквально через двое-трое суток люди уже могут беспрепятственно передвигаться и не ощущать никаких болей. А что касается ожогового отделения, я знаю, что было закуплено и оборудование для тяжелых больных, это какие-то специальные койки. Вот расскажите об этом и как оно развивается вообще. Потому что многие люди, которые пациенты пострадали, да, получили ожоги, они направляются именно в вашу больницу. Да, сегодня у нас не отделение ожоговое, а койки. Палаты, койки, как хотите. Мы как бы принимаем первый удар и со всего Большого Сочи все ожоговые пациенты поступают к нам в больницу. Мы выводим их из тяжелого состояния, из критического состояния и в дальнейшем потом уже перетранспортируем по санавиации в краевой центр. Там проходят они уже длительное лечение, которое, ну, возможно уже на другом этапе. И поэтому, как мне кажется, вот самое острое, самое тяжелое, то, что достается нам и замечательные врачи, которые с этим справляются. Вот. И за что я им очень благодарен, то, что они так четко и хорошо работают. Сосорданович, а планируется ли как-то обновлять оборудование больницы? Может быть, грядут какие-то крупные закупки? Да. В связи с подготовкой к чемпионату мира, которая будет проходить в 2017 и 2018 году, Министерством здравоохранения Краснодарского края и личным министрам принято решение о том, чтобы закупить там новое оборудование. Это диагностическое, лечебное оборудование. И буквально в этом году мы все это приобретем, оснастим больницу. И тогда уже, конечно же, увеличится как бы потенциал этой больницы. Она уже будет немножко на другом уровне. И врачи, и медсестры, которые работают в больнице, естественно, им это будет даваться легче. И самое главное, что это пойдет на пользу пациентам. А можно конкретнее, что за оборудование будет закуплено? Ну, во-первых, оборудование для реанимационного отделения, для операционного блока. Диагностическое – это тяжелое оборудование, рентгенологическое. Ну, это самое такое энергоемкое, самое дорогое. И то, что сегодня... Для чего сегодня нужны очень значительные финансовые средства. И на это пошел Минздрав. Для того, чтобы все-таки одна из больниц, которая не попала под олимпийскую программу, это третья городская больница, чтобы у нас тоже было оборудование. То, которое сегодня есть в четвертой городской, четвертой краевой и во всех остальных олимпийских больницах. Сосор Данович, а что с кадровым обеспечением больницы? Хватает ли сегодня специалистов? Ну, я могу однозначно ответить, что да. Я не знаю, с чем это связано, но с приходом туда в больницу был кадровый голод на самом деле. Не хватало узких специалистов, не хватало лоррача, не хватало окулиста, не хватало участковых терапевтов. Но сейчас настолько изменилась ситуация, что специалисты пошли. Специалисты пошли, и сегодня укомплектованность той же поликлиники, которая относится к третьей городской больнице, она практически в полном объеме. В стационаре избытка врачей и недостатка врачей тоже нет. Все согласно штатного расписания. Сегодня приезжают молодые специалисты, закончившие вуз, пройдя определенную специализацию. Но хотелось бы всех взять, но, к сожалению, сегодня такой возможности нет. Потому что просто тот объем, который возложен на нас в плане оказания медицинской помощи, он не позволяет еще взять других специалистов для того, чтобы расшириться. Есть определенные рамки, но нехватки в персонале врачебном, его нет. Есть, конечно, недостаток среднего медперсонала, но я все-таки надеюсь, что выпуск этого года нашего медицинского училища, я сам лично поеду туда, для того, чтобы поговорить со студентами, выпускниками, для того, чтобы все-таки сагитировать их и прийти работать в третью городскую больницу, чтобы они не боялись и не стеснялись. Для этого мне изначально нужно было снять то клеймо, которое было на этой больнице. И поэтому я думаю, что все получится и все будет хорошо. А что касается квалификации специалистов, насколько она высока? И, может быть, какие-то курсы повышения квалификации проходят специалисты или переобучение, если это необходимо? Ну, для врачей это обязательная процедура, каждые пять лет проходить специализацию. И все врачи, которые работают в больнице, они это делают регулярно. Ну, я бы хотел сказать, что у нас восемь кандидатов много. Для такой маленькой больницы это очень много. Врачей высшей категории очень много. С квалификацией все прекрасно. Самое главное, вот к чему я призываю весь персонал медицинский, который работает в больнице, это просто добродушное человеческое отношение к пациенту. В этом залог успеха любого учреждения. Можно, как говорится, знаете, сказать доброе слово человеку, и не нужно будет то количество лекарственных препаратов, которые желал бы выпить пациент. И просто разговор, речь, доброта, душевность, она излечивает больше, чем лекарственные препараты. То есть такое слово, как клиент-ориентированность, врачам Хостинской больницы номер 3 знакомо хорошо? Да. А что касается заработных плат, насколько мне известно, планировалось буквально в ближайшее время или оно уже произошло повышение? Ну, знаете, что я хотел бы сказать. Заработная плата, она сегодня, да, есть определенные критерии, так называемая дорожная карта, согласно которой врачи и средний медперсонал должны получать верхнюю планку, называемой заработной платы. Но, знаете, сегодня заработная плата просто так не дается. Мы сегодня, лечебное учреждение, находимся в том же положении, как тот же бизнес. Мы должны эти деньги зарабатывать. И мы их зарабатываем. Для того, чтобы поднять свой финансовый уровень каждому врачу, для этого нужно не допускать ошибок в плане оформления медицинской документации. Потому что контролирующим органам у нас есть страховая компания и фонд обязательного медицинского страхования, который штрафует. Чем больше штрафов, тем меньше заработная плата. Нет штрафов, ты получишь всю заработную плату, которая тебе положена. И весь персонал стал это понимать. И теперь все стали трудиться, как называемый, на конечный результат. На конечный результат – это та заработная плата, которую они получают. И заработную плату, да, я обещал в том интервью, что мы ее потихонечку будем поднимать. Особенно это среднему медперсоналу. И я от своих слов не отказываюсь. И вот март, апрель потихонечку, потихонечку мы выйдем на тот уровень, что люди не обижались при получении заработной платы. Да, это очень важно. Ну и впереди активный пляжный сезон, время для врачей неспокойное, а время горячее. С какими, возможно, заболеваниями именно в летний сезон чаще всего попадают пациенты в вашу больницу? Если таковые есть, и можно какие-то выделить. Ну, больница находится на федеральной трассе. У нас, кстати, вне зависимости от времени года, очень много дорожно-транспортных происшествий происходит на этой федеральной трассе. Эти пациенты поступают к нам, с теми, с которыми мы не справляемся. Мы, естественно, их после оказания экстренной медицинской помощи перенаправляем в четвертую больницу. Ну, а в летний сезон, как правило, это обострение всех хронических заболеваний. Когда люди начинают переусердствовать, когда они начинают злоупотреблять тем же алкоголем, солнцем. Вот тогда у них обостряется все. Ее, естественно, терапевтическое отделение, которое у нас на 50 коек, как прошлым летом, оно было очень востребовано. Я думаю, что и этим летом оно будет востребовано. Но больница уже работает давно, и персоналу к этому не привыкать. И я думаю, что и этот сезон, который скоро начнется, он будет для нас очень легок, и справимся мы с любым потоком пациента. Тем более, что пациенты и на краевые, которые приезжают из других регионов, они выгодны, они нужны больнице для того, чтобы дополнительно зарабатывать деньги и дополнительно получать уже заработную плату. Ну, время нашей передачи подходит к концу. Я предлагаю подвести такой небольшой итог нашей беседы. Что ждет больницу в ближайшее время? Что конкретно, какие задачи Вы, как главный врач, будете решать в самые ближайшие, может быть, месяцы или ближайший год? Вот из общего объема, из той категории отделений, которые сегодня есть в больнице, я бы не хотел ничего менять, потому что это именно та профильность, та направленность этой больницы, которая необходима в данном районе. Со временем, естественно, я посмотрю, что можно будет добавить. И есть уже определенные наметки, потому что в больницу поступает большое количество больных с сахарным диабетом. Последствиями этого заболевания это те люди, которые в определенной степени лишаются конечности нижних. И есть такое направление, как диабетическая стопа. Этого еще нигде нет у нас в городе. И я бы хотел все-таки лицензировать этот вид услуг. И вот этот раздел медицины внедрить именно в этой хостинской больнице. Это было бы на пользу очень большому количеству пациентов, которые в городе Сочи сегодня есть. И я думаю, что мне это удастся сделать. И я это буквально к осенью уже все организую, и все будет это работать. Спасибо большое за очень интересный разговор и успехов вам в вашей работе. Спасибо вам тоже. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был главный врач больницы номер 3 города Сочи Сосоми Боня. Спасибо большое. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова